Их профессия делится своими знаниями и накопленным опытом. Они помогают детям раскрыть свои таланты и войти во взрослую жизнь. Глава Самары Елена Лапушкина поздравила работников детских садов с Днём Воспитателя, а школьных педагогов с наступающим Днём Учителя. Я искренне счастлива, что в Самаре такое большое количество воспитателей и педагогов, которые по-настоящему любят свою работу и свою профессию. Что вы свою любовь, терпение, заботу вкладываете в детей, передаете щедро свои знания. И, конечно, я в этот день хочу пожелать, чтобы вот этой доброты, заботы и любви было и у вас в избытке. Благодарственными письмами и памятными подарками наградили тех, кто проявил себя в профессии. Студентка третьего курса Самарского вуза Виктория Мичева четвёртый год работает воспитателем в детском саду номер 153. Пришла туда сразу после окончания колледжа. Рассказывает, работать с детьми – её давняя детская мечта. Сначала я думала, что самые маленькие – это школьники, но потом, после окончания школы, я поняла, что есть дети помладше, которым три года, четыре года. И я поняла, что профессия воспитателя – это вот моё. Мне нужно туда, мне нужно к маленьким детям. Я понимаю, что я на правильном пути, что так и должно быть, что я на своём месте. И дальше больше, дальше больше развития. В этом году в Самаре выпустились более 4,5 тысяч 11-классников. Более тысячи выпускников удостоены медалей за особые успехи в учении. 99 медалистов сдали ЕГЭ на 100 баллов. Ученик Ирины Фроловой в этом году получил высший балл на ЕГЭ по математике. Такой результат – итог планомерной работы, которая началась ещё в средних классах, делится Ирина. В этом году она снова нацелена на успех, и у него есть математическая формула. Для того, чтобы успешный был ученик, нужно, чтобы было три составляющих. Это желание самого ученика, поддержка родителей и поддержка, конечно, учителя. То есть вот если кто-то из этого треугольника выпадает, то не получится, на мой взгляд. На сегодняшний день в городе функционируют 162 детских сада, 152 учреждения общего образования, 44 дополнительного образования. Помимо этого работают подростковые клубы, организации дополнительного профессионального образования. В учреждениях трудятся более 6 тысяч педагогов и воспитателей, из которых почти треть – молодые специалисты в возрасте до 30 лет. Галина Топилина, Николай Епифанов, События.